Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги 1 про Липомэнон, и я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Одна из самых неприятных черт человеке – это неблагодарность. И одно из самых опасных неумений – это неумение дружить с соседями. Вот, отчасти, об этом 19 глава, но она продолжает рассказ о славных подвигах Давида, и именно такую историю выбирает повествователь для подробного рассказа. Через некоторое время умер Нахаш, царь Аманитян, после него восорился его сын. Давид, а он настолько что покорил разные народы и ограбил даже эти народы, я говорю, может быть, грубое слово, но смысл такой, то есть вывез богатые трофеи. А вот с Аманитянами у него все хорошо. Давид решил, я отплачу добром Ханону, сыну Нахаши, ведь отец его был добр ко мне. Давид отправил послов, чтобы передать Ханону соболезнования по поводу смерти его отца. Когда слуги Давида пришли в землю Аманитян, чтобы передать соболезнования Ханону, вожди Аманитян сказали Ханону, ты и вправду думаешь, что Давид хотел почтить твоего отца и отправил послов, чтобы выразить себе соболезнования? Нет, Давид прислал к тебе своих людей, как разведчиков, чтобы осмотреть нашу страну, а потом уничтожить. Почему они так говорят? Никакого мотива нет, но, скорее всего, речь идет про то, что вот могучий царь прислал своих людей страх. То есть страх заставляет действовать превентивно, да? Ну и, казалось бы, если могучий царь посылает своих разведчиков, надо как-то, скажем так, постараться договориться с этим царем. Ровно противоположно. Ханон схватил слуг Давида, обрил их, отрезал до самого пояса подолы их одеяния, оголив ягодицы, отпустил. То есть такое насилие позорное, да? Их не там избивают, не убивают, но отпускают в абсолютно немыслимом позорном виде. Во время их обратного пути Давиду сообщили, что случилось с этими людьми, он послал встретить их, ведь они были унижены и опозорены. Оставайтесь в Иерихоне, приказал им царь, и когда отрастут ваши бороды, тогда вернитесь. Да, одежду-то можно какую-то новую себе раздобыть, а бороды должны отрасти, потому что человек без бороды, он опозорен так же, как человек вот здесь без штанов. Ну, они не штаны носили, но неважно, понятно. И в чем был смысл-то? Вот дурной совет, который одновременно есть выражение собственного страха перед кем-то. Люди от страха перед мнимым врагом могут реального врага приобрести в лице того, кого боятся. Амонитяне видят, что нажили себе врага в лице Давида, интересно, чего ждали. Послали тысячу талантов серебра, талант — это 30 с небольшим килограммов, то есть довольно много. Варам на Хараем, арам Моаху и Цаву, чтобы нанять там колесницы и всадников. Уже надо готовиться к войне, да? Они наняли 32 тысячи колесниц царя Моахи со всем его войском, которые пришли и встали в лагерь перед Медевой город. Амонитяне тем временем производили набор в собственных городах и сами готовились к войне. Услышав об этом, Давид послал туда Иоава и все отборное войско. Амонитяне выступили и встали боевым порядком у городских ворот, а цари, пришедшие на помощь, встали отдельно в поле. Иоав видит, что ему предстоит сражаться на два фронта, ну, да, вот тут проскакивают такие анахронистические слова, в общем, на две стороны. Отобрал самых лучших израильтян, чтобы выставить их против арамеев. Это наемники, да, то есть наемники — это профессионалы, а там кого амонитяне у себя наняли, скорее всего, крестьяне, которым дали что попало. А все остальное войско поручил своему брату Авиша и выставил его против амонитяна, сказав ему так, «Если арамеи будут одолевать меня, ты мне поможешь, если амонитяне будут одолевать себя, то я приду к тебе на помощь. Мужайся, мы должны сражаться за наш народ и города Бога нашего, а Господь устроит все так, как ему угодно». Тоже вот важный принцип, да, вот отношение Бога с Давидом и израильским народом под началом Давида здесь и в этом сражении, вот по той же схеме. Мы должны делать то, что мы должны, Бог сделает так, как ему угодно, в любом случае. Иоав со своим войском пошел в наступление на арамеев и обратил их в бегство. Амонитяне увидели, что арамеи побежали, и под натиском Авиша и брата Иоава отступили в город, а Иоав возвратился в Иерусалим. Видя, что израильтяне разгромили их, арамеи отправили послов, чтобы призвать на помощь арамеев за речи, еще более дальней, во главе с Шуфахом, полководцем Хададезера. Когда Давиду сообщили об этом, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, приблизился к врагу и выстрелил свое войско. Здесь уже Давид участвует. Давид встал боевым порядком против арамеев и началась битва. Израильтяне обратили арамеев в бегство. Давид убил 7 тысяч колесничих и 40 тысяч пехотинцев, ну, вряд ли сам, а скорее его войско, и сразил Шуфаха и их полководцы. Видя, что израильтяне победили, слуги Хададезера заключились с Давидом мира, подчинились ему. Больше уже арамеи не пытались помогать амонитянам. Но завоевание ОМОНа идет дальше. Вот все-таки интересно, почему именно этот эпизод из всех войн Давида расписан подробно. Остальные войны едва названы, да, буквально в двух словах. Может быть, ровно потому, что, я в самом начале сказал, это неблагодарность и неготовность уживаться с соседями. Вот то, что действительно приводит к тяжелым печальным последствиям. Ну, а с амонитянами еще предстоит окончательно расквитаться в следующей главе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова